Концертом преподавателей был открыт окружной конкурс юных исполнителей на духовых и ударных инструментах «Клорина». На Ямале он проводится в пятый раз и уже третий раз в Губкинском. Я считаю, что это престижно, что конкурс такого значения проходит в нашем городе. Скажу откровенно, просили, чтобы этот конкурс именно в нашем городе был проведен. И вот сейчас выслушала мнение и жюри, и наших гостей. Все очень довольны, благодарят за теплый прием и очень высокий уровень исполнительского мастерства наших учеников. Юные музыканты Губкинского в этих конкурсах всегда занимали призовые места, рассказал нам директор школы искусств Александр Евстигнеев. Мы стараемся держать эту марку. Я надеюсь, что результаты сегодняшнего конкурса подтвердят наш вот этот статус. Подтвердить статус лучших предстояло во второй день проведения музыкального состязания. С девяти утра в трех концертных залах проходили конкурсные прослушивания. Вот на сцене перед членами жюри в номинации «Деревянные духовые инструменты» выступают гости из Нового Уренгоя Мария Бабченко. Девочка занимается в школе искусств четвертый год и волнуется каждый раз, выходя на сцену. Я обычно воспитываю страх небольшой и желание победить в конкурсе. В каждом зале оценивали конкурсантов эксперты в мире музыки. Это дирижер Государственного духового оркестра России Александр Нянькин, солист Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета, Артем Крылов и художественный руководитель Сургутской филармонии Юрий Евсеев. В третий день конкурса они провели мастер-классы. Как правильно держать палочки? Какой при этом должна быть поза музыканта? От таких, казалось бы, мелочей зависит качество исполняемой композиции, сказал на тренинге художественный руководитель Сургутской филармонии Юрий Евсеев. Результаты конкурса были объявлены почётными гостями на торжественном закрытии. В концертном зале школы искусств собрались воспитанники, их преподаватели и родители. То, что происходит сегодня, это не совсем признание каких-то заслуг. Восток – это скорее некий восток веры в себя. Могу ли я сыграть так, как я готов? А могу ли я сыграть лучше, чем я готов? И вот то, что происходит сегодня, это констатация факта, что вот эта маленькая капля уверенности сегодня упала в ваши сердца. Десятки ребят получили дипломы лауреатов первой, второй, третьей степеней и денежные сертификаты. Среди губкинских воспитанников школы искусств лауреатами первой степени стали София Кузев, Антон Бабахов, дуэт трубачей Иван Викулов и София Кузев, детский эстрадно-джазовый ансамбль «Лама» под руководством Тимура Хаджаярова, а также детский духовой оркестр под руководством Олега Валавина. Специальными дипломами отмечены концертмейстер Виктория Ионова и преподаватель Андрей Кузев. В завершение конкурса состоялся концерт, на котором выступили начинающие музыканты и деятели искусств. Наталья Рябинина, Денис Гимб, Новости Губкинского.